Массовая атака городов России беспилотниками. Атакован областной город Псков в России. В районе аэродрома, который местные жители называют кресты, прозвучало несколько взрывов, затем последовал пожар. Взрывы продолжаются, возможно, происходит детонация боеприпасов. Видео пожаров сняты россиянами. В этом районе Псковской области, в селе Череха, располагается 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк российской армии. Сейчас эта военная база горит. Видно несколько крупных очагов пожара на аэродроме. Детонация продолжается. Кто атаковал Россию, пока точно неизвестно. Россияне предполагают, что беспилотники, возможно, прилетели из одной стран Балтии. От границы Украины атакованный аэродром находится в 700 километрах. На данный момент, 30 августа 2023 года, время 2 часа 30 минут по Киеву уже известно о четырех поврежденных либо уничтоженных российских военно-транспортных самолетах Ил-76. Возможно, что это количество не окончательное, и на самом деле потери россиян больше. На этом видео россияне пытаются что-то сбивать в воздухе в темноте. Предположительно, это неопознанные беспилотные летательные аппараты. Объясняю. Вот там у нас Черюхинская военная база. И там туда летят ракеты от украинцев. Сейчас никакой ненависти к ним. У нас работает ПВО. У нас сейчас слева направо едут в сторону Черюхи. О! Я тоже так хочу посмотреть. Поехали сейчас на велосипедах туда. Что за мопед летит? Это... Где это, сука, летит? Не, это сто процентов, м... Пухлядский. О! Там сирен. Туда, наверное, уже машина шесть уехала. Кресты горят. Там где-то еще что-то слышно где-то. Вот. Вот там нормально прилетело по крестам сейчас. Там машины едут. Добро, пожалуйста, 24 февраля, товарищ. Россиянин понимает, что все, что он видит своими глазами, это последствия нападения его страны на Украину и это расплата за агрессию. Я... Я же сказала, это беспилотник! Также атакован российский город Брянск. Свидетели, снимая это видео, говорят, что это беспилотник. КОНЕЦ Беспилотник упал на завод Кремниэл. Это один из крупнейших российских производителей микроэлектроники. Позже появилось видеоатаки российского города Тула такими же неопознанными беспилотниками. В результате этой невероятной массированной атаки беспилотников по России уже закрыли воздушное пространство над московским аэропортом Внуково. Также закрыто воздушное пространство над несколькими областями России. Белгородской, Брянской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской и Тульской. Горят два самолета на нашем аэропорту Псковском. Атака, говорят, дронов. Друзья, помогите нам в распространении этой информации и следите за новыми выпусками самой свежей информации о событиях в Украине и во всем мире на нашем канале. Благодарим вас за внимание.